коллеги здесь постоянно очень очень интересно рядом со мной евгений джамалов представитель компании мы тех и здравствуйте евгений привет сергей хочется подробнее наверное во первых о сессии на которой участвовали и о компании тоже очень хочется узнать спасибо что и про компанию можно будет рассказать я модерировал курировал секцию магазина будущего на из года в год у нас происходит что интересно у всех коллег и выступающих и публики хорошенечко сформировалось такое понятие что магазина будущего не существует что любые технологии инновационные не инновационные новые которые вообще какие-то фантастические они как только случаются они сразу остаются в прошлом то есть каким бы ты не придумал себя свой магазин будущего как только ты его реализовываешь он остается в настоящем и в прошлом соответственно поэтому получается мы говорили в основном про то что у нас ждет в будущее то есть как я начинал секцию я например всех попросил посмотреть фильм если кто не смотрел недавно наш российский интересный фильм вышел мы из будущего кажутся нет ну в общем там сергей бурунов мария арунова они играют сами себя в прошлом важно и там первые 13 минут фильма я с вами всем инноватором тоже говорю посмотрите там потому что обычные хрущевки завешены какие-то диджитал иначе там там главный герой пьет водку его не дает потому что у него понизился социальный рейтинг до двоечки у него блокируется он пытается ну то есть это действительно самое близкое к тому что нас ждет в ближайшем будущем прям очень интересно сделали сценаристы режиссеры сняли и соответственно сегодня выступала порядка десяти наверное спикеров которые плюс-минус поделить своим видением как будущего так и того что они сейчас сделать текущий момент чтобы в это хорошее будущее к нам прийти и что очень интересно были корректировки были корректировки к текущей ситуации все больше наших решений все больше наших каких-то проблем даже так проскакивала что когда православные какие-то решения что это православный магазин еще что ну вот понимаешь да вот таком интересном вещи все выступили все хорошенечко рассказали мне очень понравилось в конце стало понятно что импортозамещение продолжает работать не у нас очень много осталось так скажем светлых голов светлых умов которые будут продолжать двигать нас в это хорошее будущее и магазин будущего так или иначе все равно случится мы просто не заметим но лет через десять мы будем вспоминать то что было сегодняшним днем и понимать что мы сейчас абсолютно по-другому живем платим там зрачком доставляют нам дронами все 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 что только возможно и даже более да то о чем мы еще пока не задумались если бы не ваша работа мы до сих пор бы начали ходили к прилавку выписывали бы вот этот квиточек шли на кассу оплачивали и забирали поэтому вашими стараниями я так понимаю мы и движемся все дальше дальше в будущее да спасибо наверное тогда расскажите немножко о каких-то еще новых фишках которые только что наметились потому что как вы правильно сказали то что если мы что-то придумали и уже можем это воплотить скорее всего это уже прошло получается мы должны стремиться к чему-то чего еще не было и не бывало вот поднимались или сегодня прям четкие такие алгоритмы которые еще пока не поднимались предыдущие годы может быть какие-то прям супер тренды которых не бывало еще или мы продержимся примерно одно и того же там бесконтактно и так далее ну смотри опять же новое и более получает себе площадку для развития ребята например из системы быстрых платежей которые сейчас собой заменяют ставшие недоступны надеюсь временно разные другие по и google по и там samsung по apple по и так далее понятно что сейчас все что-то ищут все что-то ищут и очень много было про логистику в том числе что это такая история которая очень сильно подвержена как раз таки внешнему влиянию но здесь тоже есть некоторые решения но мое например да увидение что очень хорошо технологии блокчейн технологии распределенных рестов ложится на блокчейн потому что если вдруг кто-то отключает какую-то систему по доставке грузов фуры из ставрополя просто не знает куда ехать вот на примере куда и она про она будет загружена будут товары будут возможности их перевозить но пока excel к или как ты говоришь по старому квиточек выписаны на кассе дойдет до адресаты и какие-то действия примутся возникнет дефицит на полках возможно испортится сами товары тогда но то есть вот надо думать про такие вещи тоже и пользоваться теми технологии которые не могут быть заблокированы которые могут быть всегда распределены то есть даже у любого водителя частичка блокчейна этого есть но и соответственно у него смарт-контракте все прописано куда ему как дальше двигаться так что вот я думаю что мы должны как посмотреть вокруг что у нас уже есть полу готовом виде взять это использовать так и соответственно придумать что-то новое потому что мы такая нация мы такие люди мы всегда что-то придумаем и отовсюду выкрутимся это наша отличительная черта как говорил наполеон еще так что не будут цитировать да но самое главное что наконец-то вот мы говорили про блокчейн блокчейн был когда-то магическим словом которая показывала высшую когорту людей которые во первых узнали это слово во вторых умеет его красиво применять сейчас блокчейн это не только про криптовалюту это в принципе уже про мышление про подход в принципе к делу к цифровизации как таковой и это очень интересно и наверное хочется теперь узнать она будет внедряться все шире и шире и теперь наверное хочется вашей компании мы тех мы тех только что образованная новая структура но имеющие уже первые результаты у нас еще фактически это большой такой венчур билдер мои ребята которые за креативность отвечают внутри компании называют этот центром инновационного развития нет нет подожди извиняюсь центром развития инноваций вот самое правильное то есть мы берем инновацию внутри себя своими экспертизы своими ресурсами деньгами разработкой даже докатываем ее до состояния рыночного когда можно продавать и дальше уже продвигаем ищем новые рынки ищем новые ниши там не знаю с при седов сит выводим с седов и и раундов и раунд и так далее может быть даже до c раунда можем доводить за счет экспертизы за счет нетворкинга и за счет точных продаж и нахождение ниши то есть вот и мы сейчас как раз таки вот пришло время блокчейна наконец-таки потому что не только блокчейна но понятно что и все что он за собой несет и крипто инвестиции алгоритмический трейдинг и новые нео банки и так далее вот все это сейчас у нас варится мы стараемся за пределы не выходить потому что ресурсы все-таки ограничены и да она перестает лишь как и джайл раньше было ругательное срок блокчейн потом стал ругательным словом справа и трансформация не знаю все уже такие вещи которые набивают оскомин но они доходят до той степени готовности рыночной готовности когда можно просто брать и внедрять и она становится отличной альтернативы потому что минус фрод ну то есть я имею до мошеннические операции минус серваки которые надо держать там большие данные в них база данных удар а тут у тебя все расписано ну и все такое вот поэтому прямо сейчас очень интересное время для этого очень интересная ниша и все больше и больше людей которые не то что просыпаются до оказывается в новой действительности понимают что они хотят иметь защищенную систему они понимают что хотят быструю систему которая мгновенно рассылает данные по всем участникам цепи до в том числе это касается как финтеху так и например даже аптечных сетей до товара движение лекарств до что это настоящее лекарство и так далее так далее и нефти цифровое подтверждение права векселя и за все что угодно там часто такое открывается поле и люди понимают что это новый инструмент который он действительно и он регулируется еще 100 самым интересным государством наши государства довольно лояльно по сравнению социальным миром хорошо красиво регулирует замечательно насколько я понял это всегда была большой проблемой были очень светлые умы которые делали какое-то новое что-то невиданное доселе но при этом как чаще из-за молодости из-за неопытности они не могут продвинуть это на уровень чтобы абсолютно все это увидели также есть например большие компании которые все знают все умеют все могут продвинуть при этом при всем не всегда недостаток в классных новых идеях и чаяниях которые не могут порой за свое даже положительного опыта в какой-то момент оглянувшись и сделать что-то новое доселе неизвестно ваша компания позволяет взять супер новые идеи которые пока еще сырые но не могут выйти на рынок может не быть даже прототипа может не быть но мы дадим все ресурсы чтобы прототип появился и мы протащим по рынку и доведем до конечного пользователя найдем заинтересантов которые бы их купили решение или взяли бы там на сервис и так далее это ли не чудо получается светлые умы найдут выход на рынок а наши мастодонты знающий как увидят как новую жилку как бы которая может сдать новую струю вообще в развитии всего спасибо большое за это желаем вам удачи вашей компании процветания и надеюсь что более и более новые стартапы будут выходить на наш рынок хорошо спасибо тебе огромное